Русские новости Их присные, их подчиненные возбуждают уголовные дела против русских людей. Очередное уголовное дело возбуждено против Владимира Васильевича Квачкова за, как они утверждают, размещение в сети интернет некого воззвания. К кому это воззвание направлено, они не знают. Каким образом в сети интернет оно появилось, не знают. И вообще, находится ли на этом видеоролике Владимир Васильевич Квачков, заключенный из правительной колонии номер 5 в Мордовии, они тоже не знают. Тем не менее, они возбуждают дело и заказывают экспертизу. Кроме этой экспертизы, ничего в так называемом деле нет. Но, тем не менее, год потратило Мордовское УФСБ на всякие исследования. Ну, якобы они уже в августе где-то завершены были прошлого года. И вот к маю текущего 2016 года решились наконец-то предъявить обвинение. И судебный процесс начался. Начался не с того, что судья должна была все эти бумаги просто бросить в морду прокурору и отправить в ООН, поскольку дело абсолютно не подготовлено, шито белыми нитками. А наоборот, с разбирательства того, что по существу предъявляется Владимиру Васильевичу Квачкову. Хотя никаких следственных действий УФСБ по Мордовии и лица, которые этим занимались, не представили. Ничего нет, вообще ничего не делали. То есть, эти бездельники что-то там скачали в интернете, наскоро состряпали экспертизу, которая не имеет ничего общего с наукой. И все это дело понесли как итог годовой работы, за которую вот этот инициатор всего этого безобразия, майор ФСБ, получил следующее звание – суд. Ну, вот суд будет, видимо, такой же профанацией, как и все остальное. Ну, собственно, вся судебная система, вся система следствия, прокуратура – все превращено в профанацию. Сколько вот я лично не сталкиваюсь с правоохранительной системой, все является антиподом. То есть, не тем, что защищает права граждан, а то, что направлено на нарушение права граждан. Причем, когда дело касается политики, то используют самые гнусные фальсификации. Вот в данном случае фальсификация экспертизы была проведена, ну, а я как специалист рассматриваю эту так называемую экспертизу и даю свою оценку. Для того, чтобы защита в суде могла выступить, разоблачить вот это безобразие, которое творится, в том числе и с участием судьи. Я уверен, что у судьи тоже будет такое политическое задание, ну, есть политическая воля, ну, значит, надо ей следовать. Не закону, а вот неким выдумкам. В защите надо иметь какие-то аргументы. Я надеюсь, что мои аргументы специалистов будут защитой, использованы с достаточной эффективностью в суде. Но это не значит, что суд будет справедливым и учтет те соображения, которые я высказал, при исследовании документов, так называемой экспертизы и сопутствующих сопроводительных документов. Вот я представляю мнение специалиста по экспертизам, выполненным в рамках поручения УФСБ по Республике Мордовия в отношении некого видеообращения, которое приписывается Владимиру Васильевичу Квачкову. Но никаких данных о том, что на видеоролике находится именно он, УФСБ не представило. Мне пришлось прочитать только стенограмму, и в деле больше ничего другого нет, кроме стенограммы. Я основываюсь только на стенограмме. Был ли на этом видеоролике действительно Квачков или нет, данных об этом мы не получаем. А та бумажка, которая была приложена к стенограмме, якобы сканированная с экрана или сфотографированная, не знаю, как это сделано, копия компьютерной страницы, не позволяет судить, есть ли там вообще очертания человека видны. А что за человек, понять невозможно, и об этом я тоже скажу. Ну вот мы имеем некий пакет документов. В этом пакете документов содержится протокол исследования сайта сети интернет от 10 июля 2015 года, 7 страниц, и одна страница приложения, вот этот, то ли скан, то ли фотография с экрана. Автор некий майор Журавлев, майор ФСБ Журавлев, А.Б. Журавлев. Затем акт экспертного исследования, 28 августа 2015 года, 21 страница автора Потанина, Рогачева, Шилкин. И рапорт по обнаружению состава преступления, за подписью уже подполковника А.Б. Журавлева, вот 18 марта 2016 года, две страницы. Это рапорт своему начальнику, полковнику ФСБ, начальнику ФСБ по Республике Мордовия. Вот те документы, которые есть. Мы к другим документам не обращаемся, потому что они просто отсутствуют. Я думаю, что и при подаче в суд документы отсутствовали. Исследовательская часть состоит прежде всего в обследовании обстоятельств дела. Я смотрю, что там написано, какие есть признаки обстоятельств дела. Вообще дело действительно основано на какой-то реальности или выдумано. Или насколько оно выдумано, в какой части оно выдумано. И таким образом я излагаю обстоятельства дела, какими я их вижу из этих документов. 18 марта 2016 года старший операуполномоченный по ОВД, отделу ФСБ по Республике Мордовия, Мордовия в поселке городского типа Яваз, подполковник Журавлев направил начальнику ФСБ по Республике Мордовия, полковнику Аюлину, Аю, рапорт об обнаружении признаков преступления в действиях заключенного ИК-5 УФСИН в Республике Мордовия Квачкова Владимира Васильевича. «Признаками преступления Журавлев определил призывы к насильственному захвату власти в нарушении Конституции РФ, то есть публичного призыва к осуществлению террористической деятельности». Сама по себе фраза, если на нее не обращать внимания, может проскользнуть мимо сознания и не быть проанализированной. Но на самом деле фраза абсурдная, еще раз прочитаю. «Призывы к насильственному захвату власти в нарушении Конституции РФ». Как будто бы можно призывать к насильственному захвату, но в рамках Конституции, или без Конституции, но просто призывать к насильственному захвату власти, не нарушая Конституцию. То есть, то и другое, оба варианта трактовки первой части – это публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. То есть совмещение, можно сказать, несовместимым. «Призывы к захвату власти и осуществлению террористической деятельности». Ну, даже человеку малограмотному понятно, что это вещи разные, слова разные, значит, наверное, и вещи разные, а тут используются формулировки, которые взяты из норм права, из разных норм. Могут ли они быть осуществлены связкой «то есть»? Не могут, не могут. Но для подполковника УФСБ могут, потому что таково задание, потому что так ему поручило начальство. Смотрим дальше. Определение Журавлева подводит итог работы правоохранительных органов, которые в июле 2015 года установили, якобы установили, что ВВ Ковачков записал на мобильный телефон обращение к неустановленному кругу лиц. И по указанию Ковачкова ВВ этот видеоролик неустановленными лицами размещен в свободном доступе в сети интернет. Интересно, а как они узнали, что по указанию Ковачкова у них есть какие-то оперативно-следственные данные? Если есть, покажите. В документах ничего подобного нет. Они просто утверждают, что по указанию, вот этот подполковник, сначала майор, потом подполковник Журавлев, просто говорит, вот по указанию. Он так считает, поэтому он так и пишет. Он просто вот считает. Хотя считать он должен только по закону. Там где-то за чашечкой чая у себя на кухне он может считать все, что угодно. Но когда он пишет официальную бумагу, он должен основываться только на фактах и результатах следственных действий. Но этого нет, как нет и никакого государственного управления, никакой правоохранительной системы. Таким образом, в течение июля 2015-го, марта 2016-го, деятельность правоохранительных органов по выявленным ими признакам состава преступления свелась к экспертизе самого видеообращения при игнорировании всех остальных обстоятельств дела. Следовательно, все признаки состава преступления были усмотрены исключительно в словах, причем без изучения контекста, в котором они были сказаны. Объект, к которому обращена видеозапись, место, время, обстоятельства остались без исследования, поэтому все дело исчерпывается анализом текстового материала, слов, звучавших в видеозаписи и текста стенограммы. Необходимо зафиксировать весьма своеобразную трактовку выводов экспертов со стороны Журавлева, в которой он разъясняет своему начальству, что такое призывы к насильственному захвату власти. Словами «то есть» он отождествляет эти призывы с призывами к террористической деятельности. Никаких признаков террористической деятельности по пункту 3 Федерального закона противодействия террористической деятельности в документах, подписанных Журавлевым, не содержится. Таким образом, происходит подмена выводов экспертов или дополнительная их нагрузка с мыслами, которые в экспертизе отсутствуют. В том же рапорте Журавлев указывается, что Федеральное бюджетное учреждение «Мордовская лаборатория судебной экспертизы» установило, что в виде обращений к Вачкову содержится побуждение к насильственному захвату власти. О призывах к террористической деятельности в данном случае уже речи нет. Они появляются только в личном мнении Журавлева, не основанном на выводах экспертов, а иных оснований для своих суждений Журавлев просто не имел, а значит, ставших его произвольным дополнением к работе экспертов, что и демонстрирует ангажированность Журавлева и исполнение им задачи, поставленной вне каких-либо правовых рамок. Заметим, что Журавлев произвольно меняет экспертное побуждение на собственный призыв, подгоняя выводы экспертов под правовую норму. Также следует признать фальсификации утверждения о том, что исследование проведено в Мордовской лаборатории судебной экспертизы. Исследование проведено экспертами данной лаборатории, и акт экспертизы оформлен на ее бланке. Но никаких следов ответственности лаборатории в целом за проведенную работу документы не содержат. Руководство лаборатории не утвердило акт, соответствующих подписей должностных лиц на акте нет. Также отсутствует поручение или просьба к лаборатории от подполковника или майора Журавлева провести исследование или поручение руководства лаборатории конкретным сотрудникам для проведения экспертизы. На то, что в лаборатории от УФСБ получен диск с видеозаписью и бумажный носитель с монологом, в акте имеется лишь упоминание, без указания входящего или исходящего номера. Документ назван «отношением», что не позволяет идентифицировать его тип и характер взаимодействия между УФСБ, Журавлевым и лабораторией. Из имеющихся документов можно предположить, что Журавлев действовал исключительно по личной инициативе, по своей воле и вне каких-либо процедур, обязал лабораторию произвести экспертизу, сам составил вопросы и уведомил о результатах своей деятельности, своего руководства лишь почти через год после начала своих исследований. Несмотря на то, что время публикации видеообращения ничего не говорит о времени его записи, Журавлев без всяких на то оснований определил, что видеоролик был изготовлен в период с 29 мая по 7 июля 2015 года. Между тем, обстоятельства, которые отражены в речи Квачкова в данном видеоматериале, не позволяют определить дату видеозаписи. Из текстовой информации следует лишь, что запись сделана в местах заключения, но где и когда – неизвестно. Следовательно, видеозапись могла быть изготовлена задолго до публикации и вовсе не в ИК номер 5. Но Журавлев, проявляя небрежность и безответственность, не удосуживается представить какие-либо доказательства своего утверждения о времени создания видеозаписи. Так называемый протокол исследования содержит описание поиска Журавлевым, в ту пору еще майором, на портале YouTube, видеоролика по набору ключевых слов «Квачков ИК-5». Мною 19 мая 2016 года проведена описанная в протоколе процедура, и среди предложенных внутренней поисковой системой портала видеороликов, видеообращение Квачкова, опубликованного якобы 9 июля 2015 года под названием «Квачков в ИК-5 Мордовия», не найдено. На эту дату не приходится ни одного видеоролика с подобным названием. В целом на портале нет видеоролика с подобным названием. К сожалению, Журавлев демонстрировал низкую профессиональную подготовку, не зафиксировал в протоколе, кто является автором публикации. О нем можно судить лишь по смутной копии интернет-страницы, в которой не отображен видеокадр. Кадр остается черным. Имеется только микроизображение, на котором можно различить лишь фигуру человека, но не узнать его. Имеется имя пользователя сети. Латинскими буквами написано «Сергей Смирнов». И число просмотра видеофайла – 45. Таким образом, сопоставить данное изображение с видеоматериалом не представляется возможным. Но что касается числа 45, то, скорее всего, как раз люди, которые занимались расшифровкой этого файла в присутствии майора Журавлева, они-то большую часть просмотров как раз и сделали. И у меня даже возникает подозрение. А может быть, сам Журавлев разместил этот видеоролик, а теперь морочит головы своему начальству, суду и нам. Потому что он не установил, кто, с какой целью, каким образом установил этот видеоролик, откуда он взялся вообще. И всего просмотров 45. Но представляете, если вы смотрите видеоролик достаточно популярного человека, который за один день может собрать несколько тысяч просмотров, смотрите, когда число просмотров всего 45. Это означает, что вы заранее знаете, что видеоролик размещен. Причем знаете с точностью до получаса. Вот он размещен, и тут же я его просматриваю вместе с первыми посетителями этой интернет-страницы. Таким образом, Журавлев действительно морочит голову суду и своему начальству, и всем нам, гражданам. То есть он совершает на самом деле должностной подлог, то есть преступление. Он сам инспирировал все это дело. Вот что следует из цифры 45 просмотров видеоролика на момент его исследования. О неаккуратности и непрофессионализме Журавлева свидетельствует использование в протоколе такого оборота. Изготавливается бумажный носитель видеозаписи. Общеизвестно, что на бумажном носителе невозможно изготовить видеозапись. Также в тексте протокола значится, при осмотре сохраненной видеозаписи и изображения интернет-страницы, указывается адрес, установлено, что они идентичны содержанию, находящемуся на экране телефона. Общеизвестно, что на экране телефона может быть либо текст, либо изображение, либо видеозапись. Одновременно на экране телефона не может быть статичного изображения, интернет-страницы и видеозаписи. Майор Журавлев, как видно, с трудом подбирает слова для описания своих действий по фиксации материалов, подчеркнутых из сети интернет. Отметим, что по указанному в Журавлевом интернет-адресу видеофайлы в настоящее время обнаружить не удалось. Тогда о чем вообще идет речь? Важно, что Журавлев проявил в своей деятельности недостаточную подготовку к исследованию публикаций в сети интернет, что также явилось причиной произвольного определения даты изготовления видеоролика. Также обращать на себя внимание, что поиск Журавлевым в сети интернет происходит 10 июля 2015 года, на следующий день после публикации видеоролика, о чем мы говорили ранее. Что однозначно свидетельствует о том, что он был каким-то образом осведомлен о появлении такой публикации, но нигде не упомянул об источнике своей осведомленности. Ну, что тоже указывает и на профессиональную неподготовленность, и какую-то злую волю, которая здесь присутствует помимо всяких там отнесений к праву. То есть, никакой правовой основы для деятельности господина Журавлева просто нет. С полной уверенностью можно считать, что между публикацией видеообращения Квачкова и исследованием, в кавычках, проведенным Журавлевым, прошло всего несколько часов, и какого-либо воздействия на аудиторию он оказать не мог. Что же касается мгновенной реакции Журавлева на публикацию, когда видеоролик посмотрело всего 45 человек, то в скорости реакции у первополномоченного угадывается запланированность обвинительных определений в отношении Квачкова и попытка поймать его на какой-то неаккуратности, которую можно было бы представить как преступление. Отсюда следует, что Журавлев и лица, заказавшие ему исследование, интересовались не воздействием видеообращения на аудиторию, а поиском возможности придумать какое-либо обвинение в адрес Владимира Васильевича Квачкова и возбудить против него очередное дело, высасывая его из пальца. Отсюда вывод по первому разделу, который я делаю. Исследование, в кавычках, инициативно проведенное Журавлевым в отношении публикации видеообращения Квачкова или какого-то другого лица, мы не можем установить личность, она не устанавливалась, было обусловлено скрытыми мотивами, далекими от задач, которые диктует профессиональный долг сотрудника ОФСБ, а также законы Российской Федерации. Формулировки, которые использует Журавлев, являются смутными, а порой и просто домысливают то, чего нет в составленном им же протоколе или в заключении экспертов. Второй раздел моего мнения специалистов – это квалификация экспертов. Насколько квалифицированные эксперты были привлечены? Три эксперта. Исследовать устную видеозапись и текстовую запись на бумажном носителе в обращении Квачкова было поручено экспертам Мордовской лаборатории судебной экспертизы. В акте экспертизы имеется ссылка на получение 27 августа 2015 года отношений от майора Журавлева. То есть они действовали и работали всего один день, потому что 28 августа акт они уже составили, акт экспертизы им был уже составлен. Хотя, прямо скажем, анализ текстов – дело непростое. Действительно требует обращения к литературе, тщательного анализа нетекстовых элементов, если они просматривали видеообращения, звучащие речи, но ничего этого, естественно, они не делали. За один день сделать, естественно, не могли. Вот они получают 27 августа некое отношение, что такое никто не знает. И 28-го они уже предоставляют акт. Лихие ребята. И вот кто эти лихие ребята. Конечно, у них есть свое начальство, которое это им поручило, и с него спрос на порядок выше, конечно, чем с этих экспертов. Тоже, конечно, подлецов. Но, тем не менее, Рогачева Евгения Викторовна – филолог по образованию, со стажем работы по экспертной специальности исследования речевой деятельности на момент исследования 2 года. Всего 2 года. Какое образование, где она получила образование, какой у нее опыт по образованию – не указано. Шилкин Сергей Викторович, специализирующийся по образованию по направлению практической психологии, имеющий стаж работы по экспертной специальности – 17 лет. Что такое по экспертной специальности? Он экспертизы проводил в 17 лет или по своему образованию в 17 лет работал? Это тоже непонятно. Какое образование, где он получал, неизвестно. По Танину Екатерину Михайловну, имеющую образование по специальности автоматизированной системы обработки информации управления со стажем по экспертной специальности, исследования голоса и звучащей речи один год. Причем здесь автоматизированные системы обработки информации управления и анализ текста. Это совершенно разные. Это просто технические вопросы. Из представлений экспертов ясно. Два эксперта не имеют достаточно опыта экспертной деятельности. Из данного представления также не ясно. Обладают ли эксперты необходимые для поставленных перед ними задач квалификации? Какое учебное заведение они закончили? Какой опыт работы имели до принятия в штат Мордовской лаборатории судебной экспертизы? Имели ли какие-либо научные публикации? Владеют ли научными исследовательскими методиками? Как следует из того, что будет сказано ниже, не владеют. То есть не владеют абсолютно. Не способны работать по такому направлению. Также из представлений экспертов не ясно, способны ли они составить исследовательскую группу, которая интегрирует выводы специалистов различного профиля. Поскольку разнопрофильные специалисты выполняли каждой свою часть работы, то никто из них не имел возможности подводить итог к комплексному исследованию. В результате комплексные выводы сделаны вместо экспертов некомпетентным оперуполномоченным УФСБ Журавлевым. Вот в своем рапорте начальства он эти выводы сделал. А вот мой вывод. Квалификация экспертов ничем не подтверждена. Документов, свидетельствующих об их квалификации, не представлено. Владение экспертами научными методиками ничем не подтверждено. Они не составляют творческого коллектива или рабочей группы, не имеют руководителя, который отвечал бы за конечные выводы, и комплексный подход экспертизы. Право сделать комплексные выводы предоставлено некомпетентному лицу. Третье. Вопросы, поставленные перед экспертами. В акте экспертного исследования представлены вопросы, поставленные перед экспертами Мордовской лаборатории судебной экспертизы. Между тем, нет никакой документации, которая свидетельствовала бы о том, кто именно сформулировал вопросы и что именно является основанием для этих вопросов. Какие именно слова из видеообращения Квачков могли вызвать у оперативных сотрудников УФСБ по республике Мордовия предположение о совершенном преступлении. Это возникло только после экспертизы. Вот это странно. Теперь у нас эксперты оказываются инициатором возбуждения дела. Им дают какой-то текст, они говорят, да, есть признаки экстремизма или признаки призыва к свержению власти незаконным путем. Отлично, говорят сотрудники УФСБ и составляют рапорты. То есть, кто здесь является инициатором. Оказывается, эксперты. Эксперты. Все, теперь на экспертов вали и будешь чист перед начальством. Ну и, соответственно, не учиться, не понимать, чем ты занимаешься, не нужно. Смысл службы абсолютно отсутствует. Экспертам предложено самостоятельно сделать полную стенограмму в видеообращениях, хотя таковая уже была сделана оперуполномоченным Журавлевым или помогавшими ему неизвестными лицами. Затем экспертам предложен стандартный набор вопросов о наличии в видеообращении лингвистических или психологических признаков, возбуждение вражды, проявление превосходства и побуждение каким-либо действиям. Вопросы сформулированы так, что порой об их смысле экспертам приходилось догадываться. Так, в третьем вопросе у экспертов пытаются узнать, есть ли в видеообращении признаки проявления исключительности превосходства неполноценности человека по признакам и так далее. Как и в других вопросах, здесь мы видим предложение обнаружить признаки по признакам, но также еще и признаки неполноценности человека. Какого человека? Признаки проявления неполноценности человека. Речь идет о каком-то человеке в единственном числе. Вопрос остается неясным и явно переходит в плоскость медицинскую, может быть, психиатрическую. Последний, пятый вопрос о признаках оказания психологического давления на граждан не предполагает никаких исследовательских усилий, поскольку любой общедоступный материал в состоянии оказать психологическое давление на хотя бы одного гражданина. То есть ты посмотрел видеоролик, на тебя уже какое-то давление оказано. Если ты единственным был зрителем, то, конечно, смотришь самого себя, записал и посмотри на себя, будет точно психологическое давление. Поэтому полная бессмыслица. Вопрос лишен смысловой нагрузки и демонстрирует некомпетентность лица, который поставила перед экспертами. Именно поэтому экспертам пришлось дополнить его осмысленной постановкой задачи заменить слово «давление» на слово «воздействие» и предложить самому себе выяснить неправномерность такого воздействия. К сожалению, эксперты не попытались грамотно переформулировать остальные поступившие к ним вопросы, уложив их в рамки своей компетенции. Вывод. Вопросы перед экспертами поставлены неизвестным лицом, скорее всего Журавлевым, не имеющим необходимой квалификации, испытывающим трудности в русской письменной речи и не представившим никаких специфических признаков анализированного текста, которые обосновали бы саму необходимость экспертизы. При этом текст видеообращения вполне доступен для понимания практически любому взрослому человеку, для которого русский язык является родным. Четвертое. Уровень компетентности экспертов. Дальше сначала мы формальные какие-то моменты отразили, а теперь вот по существу. Бросается в глаза обилие литературных источников, которые приводят эксперты перед изложением своих исследовательских результатов. 16 позит, среди которых монографии, статьи, методические публикации ведомственного характера. Тем не менее, в перечне литературы указываются почти исключительно публикации 2000-х годов. Это означает, что экспертами не привлекаются ни фундаментальные достижения лингвистики и психологии, ни публикации последних полутора десятков лет. Кроме того, для анализа политического текста, а видеообращение, которое анализируется, безусловно, является именно таковым. Необходимо привлечение качественных научных источников, относящихся к исследованию политической лексики и семантики, политической психологии. Подобные источники экспертами не привлекались, что делает их исследование ничтожным еще до того, как они приступили к работе. Из перечной литературы, приводимого в акте экспертного исследования, прямо следует, что эксперты – некомпетентный вопрос, который они получили. Ведь ответы на эти вопросы требуют знания, что такое признаки групп лиц, выделяемых по полу, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, а также относящихся к какой-либо социальной группе. Между тем, среди экспертов нет специалистов в области социальной и политической психологии, политической лексики и семантики, специалистов в области религиоведения, этнологии, этнополитики, гендерных отношений. Таким образом, еще до начала ознакомления с результатами исследований можно понять, что оно заведомо несостоятельно, а его выводы могут быть только профанированные лицами, которые выступают экспертами в одних областях, а исследования ведут в других областях, где их компетентность заведомо недостаточно или же полностью отсутствует. Что последнее, конечно, вернее. Необходимо отметить, что в тексте исследования отсутствуют какие-либо ссылки на перечень литературы с указанием страниц или разделов, согласно которым делают соответствующие оценки и выводы. Это означает, что перечень источников приведен лишь формально, а при проведении экспертной работы эти источники не привлекались. Эксперт Потанина, не имеющая квалификации лингвиста, провела работу по вопросу номер один, так называемый вопрос, провела стенографирование в виде обращения Квачкова. Работа проведена с достаточной точностью, но одновременно это демонстрирует возможность изготовления стенограммы даже неквалифицированным сотрудникам, которому не нужны специальные экспертные знания. Следует также обратить внимание, что при оформлении стенограммы Потанина указывает условное обозначение, включая паузы и указания на реплики неизвестных лиц, но эти символы в дальнейшем не используются, что указывает на рутинный формальный характер проведения работы, в которой нет никаких признаков исследования и использования специальных знаний. Некомпетентности экспертов психолого-лингвистического исследования эксперта Рогачева-Шилкин бросается в глаза с первых же строк, где русские националисты, оказавшиеся в лагерях, объявляются экспертами неким движением. Разумеется, никакого такого движения не существует и в условиях содержания в местах лишения свободы существовать просто не может. Излагая содержание видеообращения, эксперты замечают слова государственная идеология, национал-социализм, русский православный социализм, русская нация, иго-иудейская, родноверы и другие. Смысл этих слов для экспертов остается полностью неизвестным, поскольку их квалификация не позволяет судить что-либо о текстах, насыщенных подобными терминами – политическими, религиозными и так далее. А в привлекаемой экспертами литературе нет ничего, что могло бы разъяснить им значение этих слов. Все, на что оказывается способны эксперты, это выделить из текста некоторые настораживающие их фрагменты о ликвидации Путина и национально-освободительной революции. Эта настороженность свойственна скорее профанам, чем специалистам, способным отнестись к исследовательской задаче беспристрастно. Вывод. Квалификация экспертов не соответствует поставленным перед ними вопросам. Привлекаемая экспертами литература не позволяет им пополнить недостаток опыта. Выписки из текста стенограммы произведены экспертами произвольно, без сохранения контекста. Используемые в виде обращения термины для экспертов непонятны. Все это делает экспертизу заведомо несостоятельней. Пятый раздел моего мнения специалиста – лингвистическое исследование. Эксперт-лингвист Аргачев в начале своей части исследования, относящийся к вопросу номер 4, объявляет, что будет использовать такие сложные лингвистические методики, как структурный анализ, семантический анализ, лексико-семантический анализ, грамматический и лингвистический анализ. Но никаких признаков такого анализа на двух страничках ее исследования найти невозможно. В нем даны лишь выдержки из неизвестного методического материала полстраницы, который никак не связывается с текстом видеообращения, а является общим местом, а также словарные значения слов, которые большинству лиц, владеющих русским языком, известны без словарей. При этом ссылок на статьи в словарях эксперт не приводит. К тому, что условно можно было бы назвать исследование эксперта Рогачевой по вопросу номер 4, относятся лишь три абзаца, совершенно безграмотно излагающих смысл видеообращения Квачкова. Эксперт Рогачева оказывается не в состоянии различить прогноз и призыв. Прогноз о возникновении революции и призыв к революции – разные вещи. Этого эксперт понять не в состоянии. Не приводя никаких фрагментов из текста видеообращения, эксперт заключает, таким образом из содержания исследуемого материала может быть извлечена имплицитная, скобочка, скрытая, информация о совершении агрессивных, в скобочках насильственных, военных, действий, направленных против существующей власти и государственного строя, а также против представителей государственной власти, в скобочках, в частности, ВВ Путина. Вот такой бред силы кобылы, что называется. Никаких доказательств, главное вывод сделать. И вот этот вывод с большим удовольствием поглощают сотрудники ФСБ, которым лучше было бы заниматься каким-либо другим делом. Не знаю, может быть, полотерами работать. Вопросами государственной безопасности они явно заниматься не умеют. Ну, а этим экспертом, наверное, тоже не выше, чем швабра или метла. Вот больше им нельзя ничего поручить. Эксперт не замечает очевидного, что устранение Путина в виде обращения относится к враждебным силам, жидолиберальному перевороту, который Квачков надеется остановить военно-революционным походом на Москву. Никакой скрытой информации здесь нет. Она вполне очевидна любому слушателю в виде обращения, маломальски знакомому с политической лексикой, а также складывающему свои умозаключения на основе элементарной логики. В данном случае эксперт, как мы видим, не обладает ни тем, ни другим. Эксперт не знает и по какой-то причине не способен узнать, что Квачков, декларируя свою приверженность православному социализму, является антагонистом, жидолибералом, от которых он и ждет совершения государственного переворота и устранения Путина. Эксперт совершенно не способен заметить возможность различных трактовок одного и того же предложения и не намерен подкреплять свои умозаключения какими-либо дополнительными соображениями или отсылками к тексту видеообращения. Так эксперт объявляет призывом тезис «Встретимся в военно-революционном походе на Москву». Между тем, этот тезис может также означать и прогноз, неизбежность или вероятность такой встречи, или надежду, пожелание встретиться с неуказанным кругом лиц в данном походе против тех, кто устранит Путина. Эксперт, делая свой вывод о наличии в тексте видеообращения лингвистических признаков побуждения к совершению насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей, не приводит ни одного текстового фрагмента, где бы такое побуждение было бы продемонстрировано. Ну, типа там, свергнем, уничтожим, убьем, повесим и так далее. Ничего этого нет. При ответе на вопросы номер два, номер три эксперт также несостоятелен, но поскольку признаков возбуждения вражды каким-либо группам эксперт не обнаруживает, мы не будем предъявлять претензии за полное отсутствие каких-либо исследовательских усилий и незнание проблем религиозной и этнической конфликтности, которые нашли свое отражение в тексте видеообращения и, как следует из вывода эксперта и нашей оценки, никакого дополнительного возбуждения в нем не прослеживается. Вывод как такового лингвистического исследования эксперт не приводит, отделываясь от поставленной задачи наброском разнородных выдержек из методологической литературы и голословными утверждениями по поводу признаков побуждения к совершению насильственных действий. Шестой раздел. Психологическое исследование. Никаких признаков квалификации психолога эксперт Шилкин в своем исследовании не проявляет. Его текст, составленный при ответе на опрос номер 4, представляет собой страницу выписок из методологической литературы без указания источников. Затем набор цитат из видеообращения. Затем ничем не обоснованный вывод о наличии психологических признаков побуждения к совершению негативных, агрессивных, насильственных действий в отношении государственной власти и ее представителей. Исследовательская часть отсутствует. Как такового анализа предложенных для экспертизы текстов нет. Никаких признаков. Никаких. Приходится только поражаться, насколько бессовестно эксперт пренебрегает своими обязанностями что-либо доказать. В ее тексте не продемонстрировано ни малейшей связи между текстом видеообращения и выводами, которые могли бы быть сделаны только в результате аналитической работы. Такую работу эксперт не провел. По вопросам номер 2 и номер 3, и также какая-либо исследовательская работа отсутствует. Эксперт ограничивается лишь выписками из методологической литературы и сразу переходит к отрицательным ответам на эти вопросы. Поэтому мы тоже не обсуждаем, поскольку эти ответы нас устраивают со стороны защиты, которую я всячески поддерживаю, в том числе и этим документом. По вопросу номер 5, эксперт также, вне всякой связи с проведенными им выписками из текста стенограммы видеообращения, приводит значение каких-то терминов произвольной суждения о методологии исследования, и сразу переходит к выводам, минуя стадию анализа текста каждого фрагмента, контекста, смыслового содержания. Вывод эксперта в связи с этим заведомо не обоснован. Эксперт также проговаривается о том, о чем его не просили что-либо сообщать. Якобы, в виде обращения Квачкова направлено на формирование и подкрепление эмоционально положительной оценки националистических идей. Что знает этот психолог о националистических идейх? Вообще, что это такое? Задач, взглядов, идей, а также негативных установок по подготовке и формированию программы для насильственных действий в отношении государственной власти и их представителей. Государственной власти и их представителей. Их можно отнести только к насильственным действиям. Для насильственных действий в отношении государственной власти и их представителей. Ни малейшего обоснования этого вывода в исследовании Шилкина нет. Как и во всем тексте исследования, просто нет ничего, что можно было бы считать исследованием. Не лишнее будет напомнить, что психолог Шилкин не имеет никакого представления о том, что такое националистические цели, задачи, взгляды и идеи. Это за пределами его компетенции. Что такое негативные установки по подготовке, понять вообще невозможно. Если читать буквально, а не угадывать смысл сказанного эксперта, то он утверждает наличие в виде обращения негативных установок в отношении программы насильственных действий. Негативных установок в отношении программы насильственных действий. Что это за программа? О каких таких насильственных действиях идет речь, неизвестно, видимо, и самому этому Шилкину. Наигранное непонимание или полное отсутствие способности к анализу текстов единственная основа для тех выводов, которые сделал эксперт-психолог Шилкин. Вывод. Эксперт-психолог целиком и полностью фальсифицировал экспертизу, не применив никаких научных методов анализа и ограничившись произвольными и ничем не обоснованными суждениями, а также в своих выводах выйдя далеко за пределы своей компетенции. И, наконец, общие выводы. Экспертное исследование инспирировано явно некомпетентным лицом, которое не способно к формулированию вопросов для исследования, к восприятию аналитических текстов, не способно различить профанацию экспертизы от действительно основательного исследования. Экспертиза носит формальный характер, по сути является ложным обоснованием для обвинения Владимира Васильевича Квачкова в преступлении, которого он не совершал. И, таким образом, данная экспертиза является преступным деянием, судя по всему, запланированным и нацеленным на продолжение репрессий против автора видеообращения в порядке мести за его политическую позицию. Авторы экспертизы всесторонне проявили свою некомпетентность, неспособность проводить аналитические исследования, обосновывать свои выводы. Они оказались в состоянии лишь приводить фрагменты из методологической литературы без ссылок и делать выписки из стенограммы, но при этом проявили отсутствие навыков исследовательской деятельности, неумение анализировать тексты, неспособность, неподготовленность к формированию научно-обоснованных выводов. Также эксперты не смогли сделать никаких комплексных выводов, фальсифицировав междисциплинарный характер исследования. В целом, экспертиза является грубо сработанной фальсификацией исследовательской работы, проведенной под надзором заведомо некомпетентного лица оперуполноученного Журавлева. С моей точки зрения, по совокупности моральных и профессиональных качеств, а также за совершенную фальсификацию экспертизы, привлеченные к исследованию эксперты, подлежат увольнению занимаемых должностей. Вот такие обстоятельства. Вот такие обстоятельства. Я надеюсь, что этот материал поступит в то уголовное дело, которое будет рассматривать суд. Ну, а мне важно, чтобы оно поступило в мозги людей, которые следят за судьбой Владимира Васильевича Квачкова, разделяют его взгляды, поддерживают его морально, материально и являются его соратниками. Я думаю, что, если действительно совершится национально-освободительная революция, а я тоже являюсь ее сторонником, то первым нашим кандидатом в президенты будет Владимир Васильевич Квачков, потому что его деятельность не прекращается даже в условиях тюрьмы, в условиях политических репрессий, которые и в местах заключения продолжаются. И он несет на себе этот крест. Несет на себе этот крест и является для нас образцом мужества и стойкости. Стойкости перед лицом испытаний, которые приходятся на его долю каждый день. Чего не скажешь о подавляющем большинстве граждан, которые живут на воле и, как говорится, в ус себе не дуют, а только на кухнях ругают начальство. Поэтому я обращаюсь тоже с призывом. С призывом. Нет, не к насильственному свержению государственной власти, там, нарушению Конституции, а на реализацию заложенных в Конституции прав и свобод граждан. Которые предполагают в том числе и отстранение от власти воли народа всех вот этих некомпетентных лиц, находящихся во главе государства, во главе правоохранительных органов или вот на должности какого-нибудь оперуполномоченного. Ну, это же самая настоящая шпана. Они нигде не учились и ничего понять не могут. Вот подполковник Путин и подполковник Журавлев. Это одного поля ягоды. Люди некомпетентные, не любящие свою родину, ненавидящие Россию и русских людей. Ну, по крайней мере, так я оцениваю. Кто-то оценивает по-другому. Я оцениваю именно так, исходя из того, что я сейчас прочел. Ну, эксперты, естественно, таких экспертов поганой метлой. Куда их девать еще? Ну, на какие-то общественные работы. Вот на большее они не способны. Ну, того, кто там стенограмму расшифровал, это в стенографистке туда. Вот, какой-то эксперт. Это не эксперт, не специалист, просто стенографистка. А с остальных спрос серьезный, конечно, надо лишать дипломов, если есть научные звания, то и научных званий, и запрещать профессиональную деятельность, в которой проявлена не просто некомпетентность, а самая настоящая подлость. То есть это профессиональная несостоятельность с моральной точки зрения. Таких людей нельзя держать экспертами, в особенности экспертами, которые что-то там, какие-то экспертизы готовят для следственных органов, СБ, там, и суда. Это очень опасные люди. Они, может быть, не понимают, что они совершают, но это не освобождает их от ответственности. Я думаю, что эта ответственность должна наступить в самое скорое время. Вот по тем заключениям, которые я сам, или по тем отзывам, которые я сам составляю, на мнение специалистов, уже скопился такой довольно основательный список тех лиц, которые действительно должны быть дисквалифицированы, дисквалифицированы и отправлены на какие-то другие трудовые фронты, но без всякого права заниматься экспертизой и той профессиональной деятельностью, которую они, может быть, посвятили несколько лет, но не стали специалистами, а главное, не стали честными людьми. А если человек бесчестен, то его экспертиза будет также бесчестной. Значит, они вот этим бесчестием нарушают права граждан и дают в руки заплеченных дел мастеров материалы для незаконного преследования русских патриотов, русских националистов, носителей русской национальной идеи. Вот эти носители, на самом деле, и должны взять власть в нашей стране. Как это произойдет, это вопрос отдельного и не публичного разговора. Произойдет ли это насильственным путем или ненасильственным путем, это не нашего ума дело, как Господь Бог устроит. Но, по всей видимости, эти люди не готовы уходить по закону со своих постов, не готовы следовать закону вообще. Поэтому, конечно, какое-то насилие в защиту Конституции должно произойти. Но так же, как над уголовными преступниками государство совершает насилие, вот так же какие-то государственные органы, которые, наконец-то, придут к пониманию того, что необходимо применить насилие против тех, кто нарушает Конституцию основополагающих права граждан, вот эти органы должны действительно совершить не государственный переворот, а ликвидацию государственного переворота, который раз за разом реанимировался. В 91-м году разрушение страны, в 93-м году расстрел парламента, в 96-м году фальсификация выборов президента Российской Федерации, об этом, кстати, фильм только что вышел, все врут, все соучастники, там, включая Зюганова, Чубайса, этих антиподов, все лгут на эту тему, они договорились между собой, как с этими выборами развести граждан. И далее, и далее, в 99-й и 2000-й год, когда произошла передача полномочий президента от Ельцина к Путину, тоже фальшивая, полностью фальшивая, в 2004-й год, когда проводились выборы, и в Кремле попросили ведущих игроков не выставлять свои кандидатуру, Зюганов, Жириновский, все выставили на подмену, на подмену своих двойников. Ну, естественно, Путин с триумфом побеждает в 2004-м году, хотя, видимо, считали, что у него шансов в 2004-м немного. Поэтому они вот так расчищали путь, чтобы, не дай бог, не допустить второго тура. И в дальнейшем все выборы, абсолютно все выборы, я в этом абсолютно убежден, все выборы являются фальсифицированными. Углубляться в этой передаче, в этот вопрос я не буду, поэтому я лишь только предложу не ходить на выборы. Пока Владимир Васильевич Квачков сидит в тюрьме, патриоту, русскому человеку, на выборах делать нечего. Когда его выпустят, там посмотрим. Если его зарегистрировать кандидатом в президенты, тогда мы на выборы пойдем. А сейчас ходить на выборы не нужно, а нужно бороться за русскую власть в России и поддерживать русских патриотов, включая политзаключенного номер один Владимира Васильевича Квачкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова